смотрите друзья всем привет мы были в гостях у родственников и меня наделили новой живности то что мне надо было в общем и сейчас я вам все покажу но я думаю вы видите куда мы пришли а значит думаю поняли чем меня наделили вот так да мы только вернулись уже темно но еще не поздно я взял ножницы мне нужно обрезать им крылья это это живность которая будет женихами этим курочкам от того белого петуха наверно завтра уберу потому что думаю что они будут то будут драться ну как-то не знаю как вас зафиксировать чтобы вы тоже это все увидели как-то тогда я обрежу им крыло чтобы они не перелетали через забор потому что петухи новые петухи новые и если перелететь то у меня там же в огороде заросли мы кстати сегодня ничего не рвали это хвост мне сказали что один красный галашейной я говорю подходит это молодые петухи этого года авторы должен быть белый говорю прекрасно мне сказали есть черный но кто знает я не люблю черных петухов то есть они мне не нравятся не и сказали что они большие вот это жених да красавец какой жених знаете супер я вот сегодня макал куром ну курочек курочек в этот бутокс и могу сказать что у меня супер мелких кур сейчас нету ну петуха вылетает смотрите лапки молодые на роста нету то есть это молодые этого года петухи и вот такой он огромный вымахал и я ему сейчас удалю все перья на крылышке я это сделаю на обеих крыльях на обоих потому что потому что я боюсь чтобы не дай бог не дай бог не улетел смотрите я оставил здесь крайних три штучки вот перышко и здесь точно так же это чтобы крыло держалась вот здесь на спине это конечно не обязательно но так будет вид лучше и вот здесь тоже несколько перышек оставил это когда он складет крыло то даже не будет видно что оно подрезано ну как бы внешний вид петуха оставят останется презентабельный для курочек да посмотрите насколько он больше того петька которого нужно было убрать еще года три назад вот такой большущий молодой красавец смотрите какой а ну иди 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 петрух иди ты теперь тут главарь видите ой ой какой местный сразу 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 для красавчик оп сходу сходу ой сейчас сейчас молодой покажет кто тут главный все 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 главенство ой а это вздуху сейчас убьет этого сейчас я тоже заберу прям прям сейчас короче оп не 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 новый петька новый петька покажет что он главный драк не будет вы не переживайте ну того я уберу он он не нужен а этого пересажу сейчас оставлю их без цвета стих тих тих так так все 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 вот так определяется первенство среди этих он бы покрупнее так что он сразу сразу победил а тут второй этот вроде полегче и это должен быть галашейка то есть я их не видел мне их поймали и сразу в мешках принесли мне повторюсь мне их подарили я еще там это мы были в другом селе я еще спрашивал там про утят мне там такие хорошие индоутята коричневые ходили и я спросил хотел купить но мне сказали сказали что не продаю вот ой не кричи какой то общипанный да видно какой то какой то бракованный перьям не хватает на голове на шее это это наверное болезнь какая то да о боже смотрите когтя когтя нету петька молодой такой такой и сказали что этот этот немножко агрессивный этот будет охранять двор никого сюда не пустят так же как и тому оставляю три пир немножко пироса в день и три пирос спереди он не сможет летать так а мне самое главное чтобы он не улетел за забор тихо все вот видно хоть какой красавец вот такой молодой красавец они молодые мне кажется они будут вот ой гляж гляж гляжа мелкий делает мне кажется они будут еще больше так сегодня яйца были не было одно одно все сегодня вообще супер это я не сказал в прошлом ролике что период ожидания после после того как я им дал и вермектин период ожидания для использования яйца в пищу 7 дней то есть я сегодняшнее яйцо заберу оно сформировалось птички вчера а завтрашнее уже не буду сейчас принесу опилки нужно здесь подстелить вот так и вот таких два красавца теперь у меня вы видите что они делают все пока принесу опилки выключу им свет вот так все чтоб они тут не устраивали балаган местные петрухи тут пытаются навести шмол чтобы показать что мы тут главные но у них уже не получится все принес опилочек с того двора вот смотрите корм корм я тут не заносил и написали что перевернут воду они очень редко эту кастрюлю переворачивают вот стоит пустая выпили в общем получается они сегодня получили очень мало воды тут происходит скандал между птичками вот так вот так тот паразит не успокаивается я его сейчас это я его сейчас сразу заберу на тот двор посажу в крыльячую клетку глянь что делает глянь что делает вот так заберу а нет посажу вот в этот вот так вот так вот так ребят вот так ребят вот так ребят смотрите друзья я подстелил им только что опилки принес поставил вот кормушку поставил поилочку сейчас принесу им водички Да замолчи ты, какой пивун Смотрите, что я хочу сказать Очень хорошо, что вот эти все Какие чокнутые куры друг друга бьют Очень хорошо, что вот эти все стрессовые ситуации Произошли с курами в один день То, что я их пролечил от глистов Пролечил от клещей То, что я им заменил петухов Это все стрессовые ситуации От которых у них уменьшится яйцекладка Которая и так почти сведена к нулю То есть и после того препарата Что я им дал, и вермектин 7 дней яйца нельзя употреблять в пищу Я вам уже сказал А это значит, что ну пусть не несутся эти 7 дней За эти 7 дней они успокоятся С петухами обживутся И начнут понемножку улучшать яйцекладку А это уже и хорошо Они у меня сейчас на дробленой пшенице с ячменем Я им туда добавляю добавочку Для несушки И немножко поливаю рыбьим жиром Это им немножко спровоцирует яйцекладку И немножко подольше оставляю у них свет Чтобы как бы удлинить им немножко световой день Вот смотрите, поилка у меня Вот эта кастрюля всегда стоит здесь в углу Они ее выпивают полностью под чистую И никогда не переворачивают Так что Так что вот так Здесь за день все высохло Сухенько, чистенько, хорошо Это Боже какой ты пивун Я не могу с тебя Петуха я поймал, убрал Белого И этого тоже сейчас Уберу Все, сейчас принесу им корма и водички Что девчонечки, голодные? Голодные девки, да? Сейчас будем Сейчас будем Но сначала Сначала Куром Почистить у них потом надо Вот так Все Повторяем Курочкам Тоже Что и в прошлый раз Вот так Здесь килограмм 7 А это значит нам нужно 70 грамм Две ложечки с горой Вот так Много кто написал Типа надо На влажную мешанку Типа оно это Лучше смешается Но тут такая мелкая фракция Помолота Что Оно Ну как бы Именно Это не ячневая каша Которая Крупинками Здесь Много муки От самой От самого зерна То есть И оно размешается В этом В тазике Отлично И курочки И одна И вторая получат Они хорошо Хорошо Клюют Не Не перебирают Что Не пускают Каждый раз Как я показываю Кормление Манки И ольсянки Мне пишут Что нужно Им разделить Кормушку Вот так У них сильно Маленькая кормушка Чтоб туда Две морды Вмещалось Они чередуются Как только я увижу Что животики У них растут Это будет видно Уже Через месяц После покрытия Ну то есть Мы сейчас дождемся 23-24 числа Если они Не перегуляют То будем считать Их условно Суперосными И можно будет Их разделить А пока Пусть сидят Вот так Курочки будут Курочки будут Довольны Вот так Все И вот Сейчас они Уже будут Кушать То есть Пить обычную Чистую воду Вот у меня Как раз Тут набрано Все Как пахнет Вы не представляете Как пахнет Кашка Серьезно Добавка Пахучая И плюс Рыбий жир И Кашка Пахучая Получается Не кашка Вот это И все Вот эту Водичку беру И вот это И пойдем Квартирант Как ты после операции Себя чувствуешь? Написали Жалко Была такая Хорошая парочка Так парочка Никуда не делась Просто у этого У этого Квартиранта Просто больше Нет бубенцов Да? Скажи Не буду звенеть Да? Все Тихонечко Тихонечко Лежит Эти вон Чуть не доели Ну Как бы Он После операции Чуть-чуть Не такой Прям Супер веселый Так что Вот так Все Ваня только что Прибегал И говорит Когда завтра Идем рвать дурья Он Не хотел Не хотел Ехать в гости Ну Мы его Снова Не оставим Все Куряхи Куряхи Вот вам водичка Во Вот так А вот вам Куром Вот так Все Как пыльно Все Где Петруха Один вон уже На насесте Этого мелкого Я пока не буду Забирать Просто Поет и поет Без перестанку Обратили внимание Типа Он Немножко Объявляет О себе Типа Вот я такой Петух Меня не трогайте Не подходите Ко мне Я супер мощный Валенок Вот так Все Свет Пусть погорит Пока Ну а того петуха Оставил там В соседнем загоне Где у меня кабаны Сидели Вот так Все Я наверное Наверное даже Чистить сегодня Не буду Утром Утром у всех Поубираю Ну Немножко Нагадили Свинот Свинотам Хватит Вот так Мне начали писать Что типа Андрей Не делай так близко Кучу к дому Будут змеи Здесь нет дома В этом дворе Здесь Этот двор Был куплен Специально Для хозяйства То есть Здесь Вот в дом Я захожу В нем живут свиньи Здесь нет Кабасик Ты встал? Ну а водички? И вам не буду Давать на ночь Пейте водичку Все Кушать не дам Доедайте Нужно вылизывать Каймушку Вот такие были Хорошие В самом начале А сейчас Обнаглели На те Девчули Много Много налил Нужно добавить Корма На те На те Красотки На те О Все Хлопец И ты не доел Не буду тебя кормить А тебе бы на ночь Не есть Красота моя Вот не надо Тебе на ночь есть Вот так дадим Пейте У каждого У каждого Свой рацион Да? На И водички тебе не дам Вот на тыкалку Кушай Францесса Кушай Ты сильно жирная На ночь Вообще Утром На эту Дробленку И не спорь Не спорь Не вылиняла еще Нет Линяет Девка Линяет Линяет Во как Все О Еще так можно Сколько сделать На Нюхай Это Не твоего Поля Ягодка Нет Сейчас Сожрет Чокнутый О Смотрите Видите Семенники Пухлые Вот такие Отеч Уже нельзя Так сказать Их там нет Семенников В общем Место Я и когда Кастрирую Людям Всегда говорю То есть Место Где были Семенники Отечность Появляется И отечность Появляется Размером Больше Чем были Семенники И люди Думают О боже Что Бывало Писали Мне У него Вылезла Грыжа Нет Это Нормальное Состояние Вот эта Отечность Закрывает Вот этот Паховый Канал И Внутрь Внутрь Брушину Не попадет Никакая Инфекция Потому что Семенник У вьетнамца Вот такой Гуляющий То есть Он мог Уходить Туда Внутрь Брушину И возвращаться Вот так Да Конечно Оно ему Неприятно Несколько Дней Два Три Когда Маленьких Кастрируешь Оно все Быстренько Проходит А у таких Постарше Болезненность Конечно Остается Можно Можно Было Видите Поменялись Можно было Бы уколоть Антибиотик Но Это Не важно Еще Еще писали Что типа Кто-то Ну типа А у нас Обрабатывали Таким фиолетовым Фиолетовым Раствором Это Или Чеми Спрей Или Дези Спрей Но Зимой Смотрите Мух нет Я не использую А так У меня тоже Было Сейчас я даже Не стал его Покупать Вот так Вот и новые Жители Мне там Мне же там Селезни Обещали Но Я бы хотел Купить еще Семью Уток Потому что Мне утки Нужны Не для того Чтобы было Их больше А для того Чтобы я был Уверен Что у меня Уточки Сядут Мускусные Утки Вот эти Беспородные Они садятся Хорошо А вот эти Тяжелые Линии Я не знаю Сядут ли они Или нет Поэтому Очень хочу Чтобы было Хотя бы еще Три дополнительных Или четыре Уточки Которые Сядут на яйца А я от больших Им подкладу яйца Ну Как-то так Вот так Поэтому Сегодня спрашивал И В то село В которое ездил Кабанов Кастрировать Спрашивал Если что Мне позвонят И сегодня Вот к родным Ездили В другое село Поспрашивал Сказали Поузнают По соседям Может кто-то Продает И про курочек Поспрашивал В общем Посмотрим Как оно все будет Вот так Да Девчатки Какой аппетит Как у супоросных Какие вы умнички Прям хватают Моя красота Все друзья Я немножко Расклеился Это не хорошо У меня Немножко вот здесь Как-то Ну я в нос Разговариваю Буду лечиться Всем большое спасибо За просмотр Завтра пойдем В огород С ранюшкой Должны Вот так Все Всем пока-пока